Раз, два, три, ап! Снимаем. Тишина. Приготовились. Приготовились. Тишина. Внимание. Мотор. Поехали. 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 Редкие кадры. Режиссер Михалков на утренней пробежке. Рядом только любимая собака. Это его личная территория, где нет высоких трибун, светософитов и вспышек фотоаппаратов. Территория личной свободы для Михалкова. Самые замечательные мысли и идеи, ходы приходят. Я вообще лучше, что я придумал, я придумал на бегу во время кроссов. Сам он, он на олицетворении, ну, для меня, мужчины. Все мы стараемся быть похожими на него. Так или иначе. Хочешь ты этого или не хочешь. Нельзя сказать, что он такой человек, который скуп на какую-то ласку. Но если ему что-то не нравится, он не будет хвалить. А в нем осталась до сих пор влюбленность своих героев в тот мир. Идеализированный, и романтически он этому миру предан. Ну, потому что он чувствует, ну, потому что он сам артист, ну, потому что он любит кино, он живет этим. В общем-то, все фильмы Никиты о любви, она везде разная, но везде любовь. Середина дня. Михалков приехал на студию 3Т, который руководит уже более 20 лет. Никита Сергеевич может появиться здесь и на рассвете, и глубокой ночью. Рабочий день, в его понимании, это ровно столько времени, сколько нужно для дела. Сутки, значит, сутки. В своем кабинете или на съемочной площадке. Я повторяю всем. Я не могу останавливать тысячу человек, понимаешь? Ну, они же, я не могу, я их просил не смеяться. Но если они не могут выполнить мои задачи, что я могу с ними сделать? Все, что я снимал и все, что я делал, оно так или иначе было напрямую связано с конкретными ситуациями. В стране в тот момент, или со мной, или в моей семье, там, и так далее, и так далее. На съемках каждой своей картины Михалков работает месяцами. Невероятная энергия и выносливость. Бывает, на площадке все уже с ног валятся, а он словно железный. У Никиты Сергеевича свой рецепт. У меня спросили, когда-то, а чего вы так много занимаетесь спортом? Я говорю, знаете, если не умеют любить, пусть боятся. По крайней мере, те, кто не умеют любить. У Михалкова своя система тренировок, проверенная годами. Смертельно устал накануне, лег спать за полночей, или проснулся не в духе. Это все не повод, чтобы отменить спортзал. Я думаю, что я немножко похожий по темпераменту, значит, очень спонтаничный. Он даже, может быть, больше от меня, как широкая русская душа. Со знаменитым польским актером Даниэлем Альбрыхским, который живет в Варшаве, Михалков дружит много лет. Вместе работали над фильмом «Сибирский цирюльник». А познакомились еще в 65-м, на Международном московском кинофестивале. Однажды, рано утром, Михалков примчался у гостиницу, где жил Альбрыхский, чтобы пригласить его на просмотр своей студенческой картины. Перед этим зашли в ресторан. И пришел, и сразу заказал 100 грамм водки. Я ему говорю, Никита, ты с ума сошел? Кефир, да, понятно. Там и какую яичницу, но водки. Смотри, какое время. А он задумался и ответил, а в Токио? Это же международный пост. В Токио уже можно. Значит, мы выпили и поехали на Москве. Посмотрели дипломную работу Никиты, потом отметили это дело в компании его однокурсников, потом еще в одной компании и в третьей. В общем, звезда польского кино и профессиональный спортсмен Альбрыхский основательно нарушил спортивный режим. В гостиницу вернулись за полночь и на веселе. Возвращая, я сказал членам польских вечером в пресс-баре, я сказал, вот сейчас я вам представляю, очень скоро это будет одним из самых выдающих режиссеров не только этой страны, но и мира. Так на меня посмотрели, но пьяный с пьяным пришли, мальчики что-то шутят. Очень быстро показалось, что это была правда. Я тебя очень люблю, дорогой. Утром 21 октября 1945 года в квартире прославленного актера Бориса Ливанова раздался телефонный звонок. Моя мама взяла трубку и сказала, Сереженька, я поздравляю тебя, Наташу, замечательно. А как назвали? Никита. Великолепно, Никита. Это родился Никита. Мне было 10 лет. С Сереженькой оказался знаменитый Сергей Владимирович Михалков, детский писатель и автор советского гимна. Наташа, Наталья Кончаловская и его жена. С семьей Ливановых они дружили уже много лет. Пройдут годы, и судьба сведет сына Михалковых Никиту с сыном Ливановых Василием на съемках легендарного телесериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Латсона». Здравствуйте, джентльмены. Приветствуем вас в Великобритании. Спасибо, мистер. Здравствуйте, здравствуйте, мистер Холмс. Я вас узнал. Вы знаете, легенда о ваших порах? Режиссер эпопеи о великом сыщике Игорь Масленников часто ругал себя за то, что пригласил Михалкова. На съемках Никита Сергеевич вовсю импровизировал, вопреки замыслам режиссера. Сэр Генри. Сэр Генри. Да? Что? Теперь ваша очередь. Никита очень бурно стал режиссировать сцены. Масленников сел верхом на стул, положил так руки на спинку стул, голову на руки, да, и сидел в полной растерянности. За кого меня принимают в этой гостинице? За дурочка? За дурочка? Ну и очень было жалко Масленникова. В какой-то момент я сказал, ребят, давайте отпустим режиссера домой. Ну, что он тут сидит мучиться? Виталий сразу отвернулся к окну, Женя так закрылся рукой, а осветитель сверху уронил под свет, ударился, вот и пал, и упал. Маленький софетий ударился об пол. И это Никита остановила. И не могло быть ничего, потому что только что приехал. Сарелин! Сарелин! Первая большая роль Никиты Михалкова в кино озорной паренек из молодежной комедии начала 60-х «Приключения Кроша». Здесь ему 16 лет. Никакого переоблащения. Это Никита Михалков, а не киношный герой. Через пару лет он будет таким же смешным, искренним и органичным в картине Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Успех фильма ошеломляющий. А песню, которую исполняет юный герой Никита Михалкова, поют до сих пор. Но если я по дому загрущу, Под снегом я фиалку отыщу И вспомню о Москве. После премьеры фильма Никита проснулся знаменитым. Голова, конечно, слегка кружилась. Я помню, я пришел к нему в комнату и увидел, что в его висят где-то одна фотография его, вторая фотография из журнала «Советский экран», какая-то еще фотография. Я думаю, ну, я тебя сейчас погребаю. Вытащил все фотографии. По-моему, я их все обриклеил в его комнату его фотографиями. И что-то написал очень оскорбительно. На этом звездная болезнь у Никиты Сергеевича закончилась, как он сам считает, раз и навсегда. 1972 год. Никита Михалков к тому времени окончил в ГИК, писал сценарии и вовсю снимался в кино. В 27 лет уже пришла известность и от поклонниц не было отбоя. В то время он начал встречаться с одной юной особой. Она была дочерью члена Политбюро. И она мне очень нравилась. Но меня сдерживало как раз вот то, что ее статус. И я написал ей письмо, что я, к сожалению, не смогу, так сказать, быть и дальше с ней, потому что это должно развиваться, видимо. Потому что не хотел бы, чтобы моя карьера, моя судьба была связана именно, так сказать, со статусом ее отца. И по наивности отдал в их доме лифтерши это письмо для нее. Но тогда я не предполагал, что такая милая бабушка подполковник КГБ. Эта история сразу же получила, так сказать, серьезное развитие. Это письмо пошло дальше. А дальше наверху возмутились. Ах, наследнику знаменитого поэта не нравится статус партруководителя. Золотая молодежь. В армии не служил. Решение безоговорочное. Призвать и отправить в азиатские пески. В стройбат около знойного города Новои. Я пришел к начальнику городского сборного пункта. Я говорю, ну что вы делаете? Ну, вы меня, слышите, у меня два высших образования. Одно закончено, одно не закончено. Куда вы меня... В Новои стройбат, куда вы посылаете, так сказать, не закончивших среднюю школу. Я не просил, чтобы поехать в Новои, в Новои, но не в строй же бат. И он мне вдруг говорит так, да ладно, что в Москве хочешь остаться с Михалковым. И он меня так обидел. Я говорю, хорошо. Если вы так думаете, давайте по-другому. Любая команда, как, куда самая далекая у вас команда идет? Он говорит, на Камчатку. Я говорю, кто? На флот? На флот. Так вот, запишите меня туда. Михалков честно отслужил на морфлоте и снова вернулся в кино. Это, то есть, любовная пара. А вы, Никита Сергеевич, вы, между прочим, от вас она уйдет к нему. Хотя, казалось бы, вроде бы вы помогли. Это в том сценарии, который я читал, этого не было. Не строго. Так, Верунчик. Давай, давай, давай. Так соскучилась по тебе. Давай, Верунчик, бабушка. Сама, 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 сама. Не в ресторане, сама в ту же. А цыганская дочь за любимым в ночь по родству братья... Михалков часто играл героев-любовников. Его неотразимый паратов из фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс» покорил миллионы женских сердец. Лавелас, коварный изменщик, но чертовски хорош. И глаза, глядя, с бесприютной тоской погровеющие небеса... Это в кино. А в жизни первая большая любовь Михалкова Анастасия Вертинская. Юная звезда советского кино. Талантливая и чарующе красивая. Большие роли в культовых фильмах «Начало 60-х», «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Чуть позже Гамлет». Популярность поклонники, среди которых был и ее сокурсник по Щукинскому училищу Никита Михалков. Он носил такую бархатную кофту, знаете, из черного бархата. По-моему, из черного бархата, да. Ему сшила ее мама, Наталья Петровна Кончаловская. И тут у него был завязан шелковый бант такой. И были неровные зубы. Он был настолько другой, он отличался от всех вот этим своим каким-то костюмом полухудожника, полу какого-то ребенка. И на самом деле он был душой компании, конечно. Такой был солнечный удар, причем такой мучительный, в то же время мучительный и сладкий, такой вообще щемящий, я бы так сказал. Я люблю ее. Эта женщина создана для меня. За ней ухаживало очень много людей именитых, намного более именитых, чем я. И Самас Моктуновский, и Миронов, и еще многие. И даже в какой-то момент у меня, в общем-то, и надежды никакой не осталось. И я для себя решил, ну нет и нет. Ну, а потом как бы все довольно резко и неожиданно развернулось. Поклонники дарили Анастасии цветы. Но гораздо больше она любила сюрпризы, которыми удивлял ее Никита. Он сюда что-то такое забавное дарил. Вот, например, он отливал у Натальи Петровны духи в маленькие такие флакончики. Наталья Петровна любила мицуки духи. Он их отливал и ставил мне под дверь, звонил и убегал. А дверь у нас в нашей квартире имела огромное количество замков. И пока я эти замки открывала, спрашиваю, кто там, кто там, кто там, никто не отвечал. И уже когда я открывала эту дверь, я слышала, что входная дверь подъезда хлопает. Я знала, что это Никита. Не, мне интересно, а что ты еще сказала про орхидею? Знаете, это такая... А где? Они еще не зацвели? Он стал мне внезапно родным человеком. И я почувствовала, что он надежный, что он преданный, что он верный, что он мужчина. Не мальчик с бантом, а мужчина. И что он ответственный. И что можно рожать детей, что можно на него положиться, и что это будет правило. Это было взаимное и очень сильное чувство, которое закончилось свадьбой. Свадьба была такая, по-моему, советская очень, потому что был ресторан, были родственники, все как бы поздравляли. И я уже была беременна сыном своим, поэтому такая уже была немножко спешная свадьба, знаете. Настю то смешил, то пугал взрывной характер супруга. Уж слишком часто Никита лез в драку, иногда по пустякам. Он любил драться. Мы вообще всю молодость, вот с момента нашей, уже начала наших взаимоотношений, мы просидели в ментовке, особенно после нашей свадьбы. И нас Сергей Владимирович оттуда извлекал все время, потому что Никита дрался со всеми. О них говорили прекрасная пара, красивый, молодый, талантливый. Но через три года Вертинская и Михалков расстались. Два сильных человека в одной семье, в общем, две звезды, потому что мама с 15 лет уже, в общем, можно считать, ее была звездой. Ну, как-то вот им не хватало места, пространства для своих творческих, может быть, амбиций. И они поэтому и не стали жить вместе. Она очень самостоятельный и творческий человек. И я думаю, что, так сказать, единственным настоящим мужчиной в ее жизни – это сын Степан, которого она боготворит, любит, обожает, пествует, лелеет. И он ее тоже. Одна вещь у меня сохранилась, как его подарок. И это замечательный, совершенно красоты, шелковый, бирюзовый платок. Вот сейчас я, как Дэвид Копперфилд, его вам покажу. Вот видите, какой красоты. Он уже, может быть, не такой, как бы, модный или стильный. У него уже такие краешки, знаете, немножко... Кстати, тут краешки ручной работы, подшивка. Уже с потертым временем. Вот это его подарок, который сохранился у меня. И видите, где я его ношу? Вот прямо у Санта Синий. Дай! 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 Когда у Михалкова появляется несколько свободных дней, в любую погоду, в любом настроении, к этим лугам, к реке и лесу. Никита Сергеевич заядлый охотник. Бивак для непосвященных, это лагерь охотников. В лабазе прячутся в ожидании добычи. Я вообще вот это все люблю. И сборы, и распреждения, где, как, где встанем, где раскинем бивак, как, куда, с подхода, с лабаза, есть ли окопчик для гуся, чтобы, и так далее. Я люблю это очень. И очень люблю охотничью компанию. Свою. Говорил, два дня. По году была. Что ты меня мучаешь? Я как выду на луну, по бою с луны. А выводки есть? Они уже большие. Уже большие, да. Вот здесь можно будет все полюбоваться на ней. Вот именно вот эта лабаза. Самое замечательное, так сказать, испытание терпежу, без которого нельзя заниматься тем, чем я занимаюсь, это вот такая скрадывающая охота. Допустим, я на лабазе, на медведе сидел по 18 часов. Ну, а вот так вот, по большому счету. Что лучше, если бы вернулось то, что было? Да ну не все, чтобы вернулось. Застолье с егерями после охоты. Простая еда. Душевная беседа. Михалков среди своих. Он же охотник. Охотник. И вот кабани котлетки, или сацивист глухаря, или вот эти перепелочки. В 71-м году Михалков начал ухаживать за Татьяной Соловьевой, которая станет его второй женой. В те годы он был ненародный, незаслуженный студент. Я шагаю по Москве. А я была довольно известной манекенщицей. И я сразу вот его увидела и поняла, что все. Влюбилась. В нем была такая энергия, такая энергетика. Красавец. Знакомые пытали, какому это счастливцу повезло. Влюбленная Татьяна молчала, как рыба, чтобы не сглазить. На свидание ее собирали всем миром. Дали такой какой-то немыслимый наряд. Сделали макияж, наклеили такие ресницы, знаете, такие огромные. Тогда была мода. Сделали такой красный вурдаладский рот, бабету. Когда мы встретились, он, по-моему, меня не узнал. Он был в шоке. Он меня так просто взял за шкирку и сказал омульце. На съемке в Чечню, где снимали фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» в 73-м году, Михалков приехал с Татьяной и снял любимую девушку в эпизоде культовой ленты. Там же на съемках сыграли с вами. Гуляла вся съемочная группа, и даже, вы знаете, вот там не было таких ресторанов, и мы гуляли просто в гостинице, и выключился свет во всем, во всей гостинице. Так мы как-то праздновали. И я Тане сказал это, когда мы стали жить вместе, что она должна понимать, вот правила игры такие. У меня первая на моей в бои жизнь работа, вторая друзья, все остальное потом. И это довольно вообще, я сейчас понимаю, это какое-то жесткое заявление, но тогда это, и, так сказать, собственно, Таня это приняла, и, несмотря на то, что ей приходилось довольно много по этому поводу плакать, но она этот принцип сохраняла. Когда мне трудно, даже было, и хотелось плакать, я вспоминала, например, когда дети только родились, ну, мне 20 с лишним лет, и вот купать, это было так сложно, нужно было кипятить эти ведра, и он помогал, он таскал эти ведра, он держал вот эту головку, я боялась купать, и я вот это вспоминаю всегда, и мне как-то всегда легче. В его собственном детстве главным человеком была мама. Мама – это мир целый, так сказать, глубокий, иногда наивный, иногда несправедливый, но всегда живой и любящий, и любимый. Наталья Петровна Кончаловская писала картины, сочиняла стихи, переводила книги и при этом была отменной хозяйкой. Мои дети донашивали шубки, которые мама шила мне, то есть это было такое на века. Наталья Петровна, внучка великого художника Василия Сурикова, не удивлялась тяге сына Никиты к лошадям, к лихой скачке, к бесшабашным мужикам, конюхам, которые пили водку из ее домашних запасов. Суриков родом из сибирских казаков. Вот она, кровь сыграла. Казачий дух Знаете, это лихость, умноженная на любовь, я бы так сказал. При всей лихости, так сказать, наполненности ноздрей духом битвы, там все равно внизу лежит любовь. Ваше благородие, куда же вы? Я спешу, голубчик. Я в седле сижу с детства, причем я воровал у мамы водку, приносил конюхам на конюшни, и за это, пия водку, они разрешали мне чистить лошадей, то есть сделать их работу. А потом еще за это был бонус, и можно было без седла проехать на речку и поплавать с лошади, искупать ее, и потом вернуться обратно опять без седла. Знал бы тогда Михалков, как пригодится ему в будущем эта конная выручка. Один день на конной. Еее! Надо Котова поднять! В спаде найти Котова надо! Никита часами пропадал то на конюшне, то на улице. В детстве атлетом не был, но постоять за себя мог. Ну ударь, ударь! Ударь, если ты так хочешь! Тихо, тихо! Хватит, хватит! Меня обили, я дрался. Нет, я не был шпаной, вот это точно. Шпаной я не был. Ну то, что мы делали дикое количество, так сказать, всяких глупостей и творили хрен знает что и дрались. Иногда доставалось и от старшего брата Андрона. Он уже учился в консерватории, когда Никите только-только исполнилось 10 лет. В юности отношения очень простые, врезал ему там, вот и все. И старший брат в этом смысле хищник. Старший брат тиран, старший брат одновременно с этим, а пример там для подражания. Любимое занятие в детстве дразнить брата во время музицирования. Андрон ежедневно занимался на фортепиано. Он там под роялем иногда сидел, гадости какие-то делал. Я вдруг понял, что я играю, а он что-то пи-пи-пи-пи. Что такое? Думаю, что такое? Пи-пи-пи. Кто-то, где-то у меня в рояле что-то. А потом понял, что это он сидит под роялем. Я туда не залез, я просто ногой махнул куда-то и попал правильно. Вот. Он оттуда из-под рояля вылезал. Отец Сергей Владимирович Михалков скрывал свои отцовские чувства, воспитывая в сыновьях иммунитет самостоятельности. Детей не баловал, а иногда был с ними очень суров. Я помню, там за что-то провинился Англона или Никита, и я их наказывал. Сыны снимал. Хлопал по заднице там, там, чем попало. Пороть вас надо! Сергей Михалыч, ну мы же... А вас-то пороли? Меня? А как же? Пороли? А ты думаешь, почему я такой стал? А? А я считаю, что детей пороть нельзя. Отец занимался нами ровно тогда, когда это было необходимо. Но при всей как бы отчужденности и строгости он невероятно, так сказать, нежно нас любил и беспокоился, и беспокоился по-настоящему. Это неформально было. У Никиты есть цель. Когда он снимает фильм, у него есть цель, и он попадает в точку. Перевезем перед товарищей, присутствие величия товарища Олотова, торжественно придемся быть верными продолжателями делов Ленина, Сталина. Белых героев бегите оттяжки революции. Как и его отец, свои чувства к детям Никита Сергеевич проявляет сдержанно. На экране эти чувства совсем иные. Когда в 94-м году фильм «Утомленный солнцем» получил Оскар как лучший иностранный фильм, американские газеты писали, одним из серьезных аргументов в пользу русской ленты были пронзительные сцены любви отца и дочери. Папа, если бы ты знал, так мне с тобой хорошо. Правда? А мне с тобой хорошо. Мне с тобой спокойно. Мне с тобой так легко. Я обожаю, приобожаю. Я понимал, что самое главное это отношения отца и дочери. И если не будет реальной подоплеки этим отношениям, то они не получатся. Младшая дочь Михалковых Надя появилась на свет 27 сентября 1987 года. Никита Сергеевич был в творческой командировке в Италии. Заканчивал работу над фильмом «Отче черный». Я хочу сейчас, чтобы мы все выпили, потому что у меня родилась дочь. Таня мечтала иметь еще одного сына, чтобы я с ним играл в футбол. И когда родилась Надя, она мне в слезах звонила, опять девочка, все, конец, теперь, теперь все, тебе не с кем будет, тебе будет неинтересно и так далее. господи, чернобыльский год. Я говорю, Таня родился, ребенок здоровый. «Да что, милая, счастье?» Вот говорят, что ты любимец, что ты на это скажешь. Я говорю, конечно, мне нравится, что я на это скажу. Мне это очень нравится, и то, что я самая маленькая, и что обо мне все заботятся. У меня было подсознательно, всегда во мне сидела мысль, что скажешь на это папа, и если, как бы, если я куда-то пойду или что-то сделаю, то у меня всегда была оценочная, первичная, я думала об оценке на эту ситуацию папа. Сын Анастасии Вертинской и Никита Михалкова Степан, сегодня известный ресторатор, в жизни всего добился сам. Когда много лет назад его провожали в армию, отец сознательно скрывал свои чувства. Когда мы прощались, он говорит, пап, я ухожу в армию, все уже, так сказать, понятно, я говорю, ну, давай, счастливо тебе Господь, чтобы перекрестил его, ангелохранитель, и все, и как бы, так сказать, на дела, группа, там, в соседней комнате. Я вижу, что ему мало этого, а я другого, большего дать, не то, что не могу, не хочу. Вот этого, так сказать, я не хочу подорвать его иммунитет с самостоятельной жизни. Михалков вообще не любит хлопотать за своих детей. Когда Тема и Аня поступали в Афгих, и очень многие ждали, что я сейчас позвоню, расскажу, там, попрошу, я им сказал, что и Даня, моя жена, меня об этом просила, ну, что тебе, трудно, что позвонит. Я сказал, что единственное, что я могу им дать, это дать им возможность никогда, чтобы не говорили, не предполагать, что их устроили. Все равно будут говорить, что он стоил. Он умел появиться тогда, когда действительно это было нужно. А как он это делал, я не знаю. Я надеюсь, я тоже сейчас отец, что я буду появляться как бы у дочки в тот момент, когда это будет нужно. Он никого не баловал и вообще не склонен к этому, к такого рода сантиментам. Мы вообще его в детстве мало видели, потому что он очень много работал. Сегодня 186-й день съемок. Почти 160 тысяч метров пленки. Четыре страны, четыре времени года. В общем, целая жизнь. В реальной жизни у Никиты Михалкова есть и недруги, и друзья. Последних гораздо больше. Он как-то сказал, я чужой среди чужих, а среди своих, наверное, свой. Со своими ему и жить в радость, и любить, и дружить, и снимать новое кино, кино Никиты Михалкова. Это его территория. И самое главное в жизни страсть. Стоп. Как было? Как было, Паша? Смотрел ты, нет, монитор? А что ты не смотрел ты? Я так слышу, так пою, и по-другому не умею. Это может кому-то нравится, кому-то не нравится, но я не снял ни одной картины, насильственно приводя свое существо в необходимое русло. И поэтому мне ни за одну картину свою не стыдно. Мне не надо говорить потупив взор, так сказать, и беря вдохновенно человека и душевно заладского, ну, понимаешь, такое было время. Ну, что делать? Да. А что я один? А посмотри, что тоннел. А ведь хороший человек. Вот, к счастью, меня Господь освободил от этого. МОТОР Становился здесь, пробежал Олег, пауза, проехала машина, и мы поехали. Мотор! Поехала, шулия, поехала, поехала! Наедет, едет. Быстрее, 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 наезжай. Спокойно, спокойно, теперь спокойно, 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 спокойно. Стоп, снято! Субтитры подогнал «Симон»